Это произошло накануне в микрорайоне Соболевка. Комиссия во главе с мэром осматривала шилой сектор. Проверяли подключение домов к канализации. Улица Малатогвардейская в поле зрения комиссии попала ещё в начале года. Ни один из многоэтажных домов здесь не был подключён к централизованной канализации. Стоки сливали на склон горы. Часть зданий имели локальные сооружения, но они не справлялись с объёмом сточных вод. Должна сливаться очищенная вода. Нарушена технология. Здесь может быть лоз предназначен для определённого количества жителей. Он там рассчитывается из среднесуточного потребления воды. А по факту используется намного больше. 55 многоквартирных домов в Соболевке уже подключились к канализации. Только жители дома 2Б-3 по улице Малатогвардейской решили игнорировать закон, тем самым совершая экологическое преступление. Администрация города от уговоров перешла к делу. Дом решили отключить от водоснабжения до устранения нарушения. Этому попытались помешать. Словесная перепалка перешла в рукопашную. В итоге замглавы оказался на больничной койке. Гражданин на этом участке, который начал высказываться, очень цитировано, повышать голос, кричать. Мы хотели показать действительно факт сброса, где производится он, как он нарушает экологию. Пока мы проходили этот участок, гражданин вел себя, как говорят, неадекватно. Были угрозы у нас потом уже после этого, и было рукоприкладство в отношении меня, то есть все это привело меня в больницу. Врачи о состоянии Евгения Горлова пока говорят с осторожностью. Необходимо провести комплекс анализов для окончательного диагноза. В настоящее время, как я сказал ранее, диагноз звучит закрытая черепно-мозговая травма. Это предварительный диагноз. В дальнейшем будем разбираться. Горлов написал заявление в полицию. Проверка всех обстоятельств ЧП уже началась. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.